Приветствую вас, Мария. Давайте разберём ваш текст. Я взаимчател, у меня были хорошие отношения с моим парнем, он сделал мне предложение. Что значит хорошее отношение, чтобы вкладывать в это вот, в то, что они хорошие конкретно? Он сделал мне предложение. Какое значение для вас имеет предложение после какого количества встречания, после какого времени вместе он сделал вам предложение? Что для вас это значит? Я забеременел от него и ношу его ребёнка. Опять же, вы забеременели от него случайно, или вы забеременели от него случайно, или вы забеременели от него по желанию, как это произошло? Дальше, вы пишите, значит так, нашу его ребёнка, ну вот что значит опять же его ребёнка, да? Это и ваш ребёнок тоже, почему только его. Такое ощущение, что вы вот перекладываете ответственность на него. Когда сказал ему это, он испугался, сказал, что может быть мы и поженились бы как планировали, через 5 месяцев, или 6, за это время он определился на детей и ждать не хочет. И это нормально, человек ещё не готов, он прямо вам об этом говорит. Говорит, что любит меня и ждёт родную душу своей, и при этом не хочет детей. Это нормально, потому что есть вы, а есть дети. Я в замещательстве от того, что как же так, он любит меня и не хочет детей, что это значит вместе или нет? Вместе. Но вы не уверены в себе. И у вас есть тревожность, потому что вы себе не доверяете. И вы, вот, в таком ощущении, что хотите вот ответственность приложить на мужчину. Как будто держите меня в каком-то подвесенном состоянии или нет, и как будто не растали. Ну вы не растали, это нас любят просто, опять же, вы спешите нас с детьми, как мне кажется. И вы не можете определиться, что важно вам самой, потому что, по вашему мнению, ребёнок именно его, а не ваш. Как не выйти с этой неопределённостью? Собственно говоря, определиться с самой, что вам нужно, и готовы ли вы, например, оставлять ребёнка для себя, и самостоятельно его воспитывать, растить и так далее. Или нет. Вот это всё. То есть ваша неопределённость связана с некими шраками, с тревожностью и с тем, что вы не можете полагаться на себя. Что вы не рассчитываете как бы на себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.